Добрый день! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами будем готовить капкейки с запеченным бананом. Это очень вкусно и очень нежно! Давайте приступим! Для этого десерта нам понадобится 2 яйца, масло, растопленный шоколад, сахар, мука и, конечно же, банан. Для начала мы взобьем 2 яйца со щепоткой соли. Просто разболтаем до однородной слизи. Далее постепенно будем добавлять сахар. Взбивать продолжаем постоянно. У нас яично-сахарная смесь должна очень побелеть и стать пушистой и гладкой. У каждого мощность миксера разная. У меня на это ушло 5-6 минут. У вас может быть быстрее этот процесс. Сахар я всыпаю порционно, чтобы яйца лучше взбивались и сахар быстрее растворялся. Вот такая гладкая и белая масса у меня получилась. На этом этапе яичную сахарную смесь можно отставить. Мы приступим к масляно-шоколадной смеси. Для этого масло также нужно взбить. Оно должно быть пушистым и побелеть. Я венчики не меняла, ничего страшного в этом нету. Можно использовать после яйца. Масло я взбивала где-то 2-3 минутки. Далее во взбитое белое масло мы добавляем растопленный шоколад. Масляно-шоколадная смесь должна быть эластичной, гладкой и она уже сейчас очень ароматная. Тесто будет иметь достаточно выраженный шоколадный запах. Это очень вкусно уже на данном этапе. Представляете, что будет, когда капкейки испекутся. В готовую масляную шоколадную смесь мы вводим яично-сахарную смесь и продолжаем взбивать на низкой скорости, чтобы масса наша хорошо соединилась. Что хочу сказать. Данные капкейки полностью поменяли мое представление о выпечке с бананом. Раньше я бананов не любила, в выпечке тем более. Но с этими капкейками все очень поменялось. Я теперь пеку и для себя, и на заказ эти капкейки. Они очень крутые по вкусовым сочетаниям. Далее мы добавляем муку. Муку добавляем порционно, чтобы легче было вымешивать и не было комочков. Масса очень нежная, очень мягкая и очень воздушная. И она уже сейчас пахнет шоколадом. Это будет очень вкусно. Ничего сложного в приготовлении нет. Поэтому тесто у нас приготовилось достаточно быстро. Далее подготовим банан. Мы его почистим и порежем на кусочки 2-3 см. Мелкие кусочки нам не нужны, иначе в капкейках они просто не будут давать того вкуса, который должны давать. Можно резать больше кусочком, но у меня вот они где-то примерно 2 см. Далее берем наши капсулы. У меня предварительно 10 штучек. Ложим на дно капсулы столовую ложку теста и ложим кусочек банана. Сверху накрываем чайной ложкой теста. Так повторяем со всеми капсулами. Пока у нас тестушка и бананчики не закончатся. Вот. Это выглядит очень аппетитно. Запекать будем в духовке при температуре 160 градусов где-то 30-40 минут. Готовность проверяем зубочисткой. Капкейки наши чуть-чуть сапавши серединкой за счет того, что банан отдал влагу, но это не страшно. Сверху это украшается кремом. Это выглядит очень вкусно, а на вкус это еще вкуснее. Разрез я вам покажу на капкейке, на которой крема уже фактически не хватило. Вы видите, как ярко смотрится банан. Тесто очень нежное, мягкое, крошится в руках и очень ароматное. Я надеюсь, что мой рецепт вам понравился, пригодится и вы будете им пользоваться. Буду рада за пальчики вверх и подписку на мой канал. До новых встреч и всего вам хорошего!